Приветствую вас! Ну, с вашей стороны мне видится такого рода, возможно, поведение в данной ситуации, что вы скажете ему что-то вроде нет, я никуда не уйду, вот, ты от меня так просто не оделаешь, как бы ты ведешь себя сейчас как ребенок, ты остынешь и, соответственно, все будет у нас нормально. То есть такое вот эти, ну, твердое, спокойное поведение мне видится от вас в этой ситуации, вот, потому что у мужчины явные проблемы, у мужчины явно не уверен в себе, у мужчины явно есть искаженное, как это, деформированное представление о сексе, в том же хотя бы, вот. И надо сказать, что покупаться вам на это, ну, то есть позволять этому влиять на ваши отношения, ну, мне кажется, по-детски, да, то есть, если ваш муж ведет себя по-детски, вот, то это совершенно не означает, что вам по-детски нужно прийти, вот. Ну, мне так, по крайней мере, эта ситуация видится, вот. И мне кажется так, что касается, ну, вашего мужа, да, то есть как бы реально ли наладить отношения, вот, то здесь я ответил бы вам, наверное, так, что отношения наладить реально, но только если человек сам поймет, что то, что он делает, это глупо, это проблема, это свидетельство, свидетельство о наличии у него проблем, вот. И если он это поймет, если он, ну, действительно вот это поймет для себя, то в таком случае наладить отношения, конечно, можно. В остальном случае, в остальных случаях, в остальных аспектах, боюсь, что нет, потому что, ну, а как? Как вы наладите отношения, если мужчина, допустим, не готов даже, грубо говоря, вас слышать, да, вас слушать, там, вникать в то, что вы ему говорите и прочее. Да, понимаете? Вот. Что здесь поделать можно? На мой взгляд, ничего. Я, конечно, не знаю, но если только манипулировать им, как-то, да. Вот. Но мне не кажется это чем-то продуктивным здесь. Вот. Да, у вашего мужа искажённые отношения к сексу, да, это действительно так. Искажённые отношения. Но, опять же, я уверен в том, что вы об этом знали, я уверен в том, что вы догадывались об этом, что у него вот такое отношение к сексу. Вот. Потому что, ну, не страшно же он, вот, допытывался у вас. Вот. Поэтому здесь вам нужно проявлять спокойствие, вам нужно проявлять взрослость, немного, не мало, не много, не мало, да, нужно проявлять взрослость. Вот. И это, по сути, единственное, что вы можете сделать. Вот. Вот. Ну, а если он совсем вас оскорбляет, если он совсем вас принижает, да, вот. Вот. И если он совсем воспринимает вас как преступницу, допустим, вот, то, ну, в этом случае терпеть подобные вещи безусловно не нужно, не стоит, да. Да, и лучше, конечно, будет, если вы действительно проявите характер, да, и уйдете от него хотя бы вот на время. Но либо он свои проблемы решит сам, да, либо он свои проблемы решит сам, либо никак больше. Потому что не поменяется человек, а если не давать ему мотив, если не давать ему, ну, стимул, как бы, не будет человек менять вам, к сожалению. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.